Металлург Сейчас важна каждая игра, ведь уже в сентябре Металлургу предстоит участвовать в финальной стадии турнира, а эмоции после недавнего триумфального чемпионата Европы еще свежи. Естественно, ребята были немножко расслаблены, сейчас начинаем постепенно наращивать спортивную форму для того, чтобы к сентябрю подойти уже в октябрь. За несколько минут до начала матча тренерский штаб дает последние установки, а капитан команды делится своим мнением о предстоящей игре. Всегда надо дооценивать противников, соперников, но я думаю, что мы сегодня дадим попробовать нашей молодежи, на что они способны. Заря команда молодая, в чем-то ей не хватает опыта, в чем-то мастерства, но несмотря на это спортсмены стараются добиться максимума в каждом противостоянии. Всегда поездка видна, игра с Металлургом это дань уважения к великому клубу, я считаю, но застраиваешься всегда серьезно. Лидер, лидер, на любую игру у нас очень серьезный. Ребята у нас молодые, команда только организовывается. Игроку команды из Краснодарского края Александру Вагину всего 16 лет. Его привлекают экстремальные виды спорта и рев мотоциклов. Занимается мотоболом он 2,5 года и в этой игре прежде всего хотел получить бесценный опыт. С самого начала матча Металлург пошел в атаку и уже после нескольких минут и разыгранного штрафного Иван Крештопа открыл счет. Через несколько мгновений преимущество увеличил Владимир Сосницкий, а после третьего мяча на поле появилась видновская молодежь. Но и она не стала сбавлять атакующий темп на радость зрителям. Как всегда, наши рвут, слабая команда, тут нечего описывать. Хороший вратарь, надеюсь, Дергунова и Илью выпустят в третьем тайме, в третьем-четвертом. Хочу посмотреть на молодое поколение. Михаил и Александр Родионовы – отец и сын, постоянные болельщики Металлурга. Не пропускают ни одного домашнего матча и очень рады тому, что у команды подрастает сильное поколение. Вообще все хорошо играют, но это будущее Металлурга. Вот есть кому подсказать, опыт передать, а тренеры какие. Не Пантьев – это вообще супер. А Павлов – бывший игрок Металлурга под девяткой играл. Молодые игроки продолжали забивать мячи на любой вкус, а старшие товарищи наблюдали со стороны за их успехами. У молодежи сейчас предстоит чемпионат России среди юношей, среди юниоров, и им надо практику набирать. Поэтому сегодня у них такой своего рода тренировочный процесс. Несмотря на разгромный итоговый счет 14-1 в пользу Металлурга, юные мотоболисты не потеряли голову, а довольно философски отнеслись к сокрушительной победе. Соперника нельзя недооценивать. Каждый соперник, он и есть соперник. Надо бороться со всеми одинаково. Следующий домашний матч наша команда проведет 21 июля с кометой из станицы Кущевская. Начало игры в 18.00. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.